Всем доброго утра! Наконец-то я могу заснять для вас одно Get Radio Me, есть возможность сегодня, и поэтому решила хватать момента. Давайте, у меня есть где-то, наверное, полчаса на всё это, и приступим. Сегодня понедельник, день тяжёлый. Буду наносить праймер от Smashbox. Кто смотрел пустые ванночки, я попросила праймер, который у меня в косметичке был, который я уже снимала сто лет тому назад, нужно было обновить. Поэтому вот ищула этот праймер, но в ближайшие дни я постараюсь после работы заснять. Сейчас уже по утрам темно, поэтому на балконе никак не получается. И когда после работы прихожу, там поедем, душ приму, уже темнеет на улице. Ну, хорошо, что у меня есть искусственное освещение, поэтому в этом плане нормально. Ну, то есть могу он заснять уже после своих дел, я имею в виду. Да. Наши праймер. Мне, кстати, понравился праймер от Smashbox. Очень классный. Видите, как сразу лицо делает сияющим. Люблю такие праймеры. Да, мне кажется, вот этот праймер будет у меня третьим, который мне нравится. После Too Faced. Lancaster. Праймер. Помните, я себе с окончанием хаусбилдинга, с окончанием образования подарила себе такой другой праймер. У меня просто была миниатюрка Lancaster, и мне она настолько понравилась. Я в коробочке красоты, мне кажется, получала этот праймер. Да, в коробочке красоты получала 10 мл. Было достаточно, чтобы понять, что этот праймер мне понравится. Так, буду использовать от Essence. Тональную основу сегодня ее хочу. Так, давайте-ка уже достану. Зеркальце. Все подготовила, а зеркало от Jeffree Star еще не вытащила. Поэтому сегодня зеркало у меня самодельное. Она так самодельное. Вот. Revolution с коллаборацией SOF у меня палетка когда была. Зеркальце оторвалось от самой палетки. Я думаю, что у многих такое случается, когда вы часто палеткой пользуетесь. Вот. Грешат. Эти палеточки, именно пластиковые от Makeup Revolution. Так, хватит, я думаю. Буду использовать спонжик. Очень люблю эту тональную основу. Она легко разносится. Подходит под мой тип кожи. У меня сухая кожа. И с таким легким сияющим финишем. Такое ощущение, что у меня лицо белее, чем тело, кажется. Недалеко я сижу случайно. Чуть-чуть. Так, приближу вас. Так, получше. Что мне капает. Я с балкона занесла орешку внутрь. И у меня кофточку, кофточку, которую нужно стирать вручную. Ну, я до конца, конечно, не могу выжить, как стиральная машина. Теперь у меня кофта капает. Ну, ладно, пусть капает. Надеюсь, не будет вам мешать. Потом надо будет все пол стереть. Не стереть, а... Короче, воду убрать с пола. Как мне нравится. Ну, видите, какая кожа сразу живая становится. Да, я косметичку использую в прошлое уже сто лет. Надо менять. Говорю уже, в ближайшее время постараюсь это сделать. И вам тоже показать, что возьму. Буду использовать консилеры от Бека. Ну, и, в принципе, как раз-таки чуть такое свое мнение могу рассказать про продукты. Не покупайте этот консилер. Да, он, в принципе, хороший, очень классное покрытие дает этот консилер. Ну, с течением дня он совсем тяжеловатый, кажется мне. И этот консилер обязательно нужно припудривать. В отличие, допустим, от консилера Эльф или от моего любимого консилера Нарс. Эти консилеры обязательно нужно припудривать. Значит, я первый темный консилер использую как корректирующее средство. И нужно совсем немного наносить этого продукта. Вот, видите, чуть-чуть просто нанесла. И, вы знаете, ну, в качестве корректора вообще отлично подходит этот темный цвет. Он сразу темные круги убирает под глазами. Наношу, девочки, вот именно на темную часть. Стараюсь консилеры эти не наносить там, где уже есть складочки маленькие. Потому что если наносить на складки, то, мне кажется, любой консилер забьется. Поэтому я в последнее время постоянно наношу именно в эти зоны, там, где нет морщинок. Именно вот на эту часть. Вот, я думаю, вы поняли. Вот, и светленький перо наношу. Тоже так же. Видите, он достаточно светлый, но сейчас я растушую. И будет нормально перемешаться с тем темным. И нравится мне. Не знаю, вот, говорю же, какой это 50 на 50 у меня впечатление по поводу этого консилера. Мне нравится то, что он сразу, видите, так освежает зону под глазами. Такое легкое, как свечение, что ли, дает. Не хочу, чтобы у меня, как глаза панды были. На камере это еще по-другому смотрится. У меня немножко нервирует, что меня там капает. Но у меня времени просто нет. Вот, если снимаю, то надо снимать. Отвлекаться не могу. Нет, слишком раздражает сейчас. Подождите, я приду к вам. Ну все, теперь ничего не мешает. Далее беру пудру от Pat McGrath. Очень-очень-очень мне эта пудра, девочки, понравилась. Кто любит припудривать зону под глазами, обратите внимание, реально стоит своих денег. Смотрите, у меня уже здесь все стерлось. Как я часто использовала, потому что, говорю же, с этим консилером, мне кажется, косметичка у меня уже почти месяц. Вот каждый день использовала на работу, да, этот консилер. И столько у меня уже пудры ушло, получается. Ну, я еще до этого ее использовала, да, но вот сейчас, когда каждодневно, то вообще быстрее уходит вообще отлично, не сушит в течение дня, там, знаете, как другие пудры это делают. Я никогда не думала, что пудра такой эффект может давать. Потому что всегда все пудры, которые я использовала, такое неприятное ощущение. У меня, во-первых, под глазами было и стянутость, и некрасиво, и старело. Использую я кисточку от Эльф, тоже хочу ее посоветовать. Я не использую ее для того, чтобы наносить румяна или там бронзер, или хайлайтер. Она немножко, вроде как, колется, но под глазами вообще отлично, потому что я не вот так вот разношу, а сейчас вы видите, вот такими вот похлопывающими движениями просто фиксирую зону под глазами, и все. Вот таким вот образом. И самое интересное, что с этой пудрой вы можете переборщить, и тем не менее не будет выглядеть пудрово или застарено под глазами. Она, короче, обалденная, всей души советую иметь такую пудру при запасе, если, допустим, у вас есть консилер, который, вот как от Бэк консилеры, да, который нужно обязательно фиксировать, и когда есть у вас обычный консилер, как Нарс, допустим, который не нужно фиксировать. А Нарс я не фиксирую. Вот. Так, далее буду использовать пудру от Too Faced. Она мне очень понравилась, девочки. Она классно матирующая. Я, вы знаете, люблю, конечно, более сияющие пудры, но эта пудра настолько не перегружает лицо, не стягивает, как это также бывает с другими пудрами. Да, я попью чай, потому что она очень хочет пить. Ну вот. У меня, если я вот такую вот пудру, которая именно матирующая идет, наношу над полностью лицом, у меня в течение меня вот эта вот так... Кожа прям стягивается, очень неприятно. Значит, перо немножко наливаю. Высыпаю, точнее, высыпаю в крышечку. Очень удобно в этом плане. Я бы хотела, чтобы аромат немножко другой был, более кофейный, что ли. Здесь персиковый, но он, говорила, уже более химический персиковый. Использую вот такую вот пушистую кисточку. Набираю. Чуть-чуть встряхиваю, конечно же. Наношу на Т-зону обязательно. Вообще отлично матирует, говорю же. Я, кстати, не обратила внимания в течение дня. Полностью заматированная кожа у меня остается. Или все-таки проскальзывает сквозь эту пудру. Немножко жирный блеск. Вот на это я не обратила внимания. Сегодня я не хочу полностью наносить эту пудру на лицо, наверное, еще вот на эти части. И мне нравится, как кожа выглядит с этой пудрой. Я уже посмотрела в Sephora. Там только темный оттенок этой пудры остался. И светлого уже нет. Я так рада, что за 24 евро я успела ухватить эту пудру. Так она больше 30 стоит. Да, обалденная. Тут еще граммаж такой большой. Сколько здесь грамма? 35 граммов. Представляете, насколько хватит? Очень тонкая текстура. Говорю же, одно удовольствие использовать эту пудру. Сейчас немножко нанос. Вот Т-зону стараюсь прям обидненько так наносить. А на этой части нет. Красота. Очень-очень-очень понравилась эта пудра. Тоже могу советовать, если вы сможете где-нибудь найти ее для сухой кожи. Однозначно. И, кстати, я эту пудру, когда мне нужно было быстро-быстро, там не заморачиваться, еще одну пудру брать, да, по этнографу, я наносила под глазами. Ну, фиксировала консилер. И отлично, отлично. Ничего тоже не стягивает, не старит зону по глазам. Короче, супер-супер пудру советую. В последнее время, девочки, я перестала использовать бронзер, потому что румяна от Нарса делают свое дело. Настолько просто румянами можно освежить лицо, и ничего, никакой бронзер не нужен. Я в шоке просто. Мне хочется... Сейчас мы доберемся. Я просто хотела немножко поговорить про Черную Пятницу. Ну, давайте сейчас и сразу и приступим к этому. Значит, я воспользуюсь румянами. В той косметичке я забыла взять себе хайлайтер, но у меня хайлайтер был здесь, поэтому я его использую. Смотрите, я уже сколько расходовала. Кстати, эта формула на английском называется пейк челей, поэтому я изначально не знала, как ее пользоваться, но потом нашла вот такую вот кисточку. Более плотная кисть нужна. Кстати, я хочу сделать отдельный обзор, все оттенки показать на лице и сказать свое мнение по поводу этих румян, поэтому сейчас ничего не буду говорить. Все вы услышите именно в обзоре. Воспользуюсь, не сказала, вот с этим оттенком. Кажется, что они достаточно яркие, но на самом деле можно регулировать цвет. Смотрите, смотрите, какой свежий румянец. Это вообще обалденно, просто обалденно. Очень-очень-очень красивый румяна. Так вот, на Черную Пятницу мне попросили сделать отдельные видео, что я буду покупать на девочки. Я сама не знаю, что я хочу. Все будет зависеть от того, какие скидки будут. Я знаю, что Черная Пятница всегда начинается раньше, поэтому вот так вот скомпоновать, да, и понять, что я хочу купить. Потому что, если, допустим, минимальная какая-то скидка будет, у нас просто здесь, в Германии, почему-то 20% скидка это максимум, да. Это в Америке, а Черная Пятница, она прямо такая хардкор Черная Пятница, можно сказать. Прям от души ее делает, там, с 50% скидки и так далее. А у нас тут слабенько, конечно, в этом плане. И однозначно, что я хочу купить, это обратить внимание на румяна. На румяна мне хочется приобрести именно в палеточке, чтобы сразу побольше было. Хочу купить себе палетку от Чеклин Хилл. Романс, как-то так романс называется, уже забыла. Очень красивая упаковка, я вам картинку вставлю обязательно. Безумно мне нравится упаковка, и такие хвалебные отзывы на эти румяна слышала, поэтому очень-очень-очень хочется купить эти румяна, так по времени, сколько у меня успеваю. Мне еще нужно же макияж глаз сделать. Теперь возьму хайлайтер также из этой палетки. Вот такая тоже плотная кисточка. Совсем чуть-чуть наношу. Чуть-чуть наношу, что-то как-то маловато получилось. Вот, поэтому... Вот так вот отдельное видео делать я даже не знаю. Мне хочется, у меня есть в планах что купить, но куплю ли я это, непонятно. Поэтому пишите. Я свои желаемые продукты могу, конечно, озвучить, но вот куплю ли я это, это не 100%. Очень хочется обратить внимание больше на продукты для лица, потому что с возрастом в основном важно, конечно, как у вас лицо выглядит. Хочется, чтобы минимальная косметика была видна на данном лице, но при этом вы были свежие, ухоженные, чтобы лицо выглядело, а не перепудренное, как, допустим, это делают некоторые пудры и так далее. Вот сейчас мне безумно нравится, как лицо выглядело, смотрите. Никакого бронзера мне не нужно, ничего не нужно, поэтому, говорю же, бронзеры не использую в последнее время, но надо бы попользоваться. У меня же Project Pen еще идет, и там есть кремовый бронзер, вот этот вот, который хочу закончить. Я периодически использовала его, но, говорю же, в основном носила только румяна, потому что это настолько-настолько освежает. И не нужен бронзер, и не нужен бронзер, вот. Возможно, не со всеми румяном и так будет. Но вот эти румяна от Нарского Рюжа, они прямо, они сами себя дополняют без бронзера. Так, все, у меня с листом готово. Сейчас возьму фиксирующий спрей отель. Смотрите, у меня уже совсем мало остается, что мы меньше половины, и немножко зафиксирую, так скажем. Не буду я проходиться спонжем, хотя бы здесь немножко пройдать. Там, я думаю, что нужно... Хороший, освежающий, такой увлажняющий спрей, но каких-то чудес не делает, макияж не задерживает дольше. А так, мне нравится распределение очень мелкое, поэтому капелек не остается на лице. Но если только вы слишком близко будете наносить, то да, конечно же, останется. Далее, давайте перейдем уже к волосам. Буду использовать праймер от Art Deco, который мне не понравился. Он, девочки, знаете, с тенями, которые не скатываются, он работает хорошо, не скатывает их. Допустим, из Sheffery Star я использовала эти тени, а они у меня не скатывались абсолютно. Так что, наверное, тоже от теней зависит, но тени от Beauty Way, они настолько жирные, и с этим праймером не скатывались. Поэтому он не идеален, наверное, не для всех теней подходит, вот что я имею в виду. А так, говорю же, по мягкости, по текстуре, мне безумно нравится этот праймер. Он реально классный, легко распределяется. Ну, короче, нравится мне в плане этого. А так, если покупать праймер, то, ну, если захотите купить такой праймер, то имейте в виду, что не со всеми тенями будет работать. Даже, говорю же, с Makeup Revolution у меня к концу дня. Не так, как с Beauty Way, конечно, скатывались в тени, но, тем не менее, в складочку немного забивались. Сегодня буду использовать палеточку, которая у меня на следующие две недели или неделю в тестировании будет, и потом я вам свое мнение расскажу после истечения какого-то времени, да, что я думаю по поводу этой палетки. Вот такие вот здесь потрясающие осенние цвета. Я даже не знаю, что бы сделать. Вот, чтобы сделать, наверное, такой осенний макияж попробую выполнить. Да. Так, давайте кисточку какую возьму. Возьму, наверное, вот эту вот кисточку. Очень люблю эту кисть вообще. И для того, чтобы припудривать века, и для того, чтобы растушевывать тени. Обалденные. С Алиэкспресс давно-давно покупала. Вот с розовым кончиком. Видите, с розовым кончиком. А наберу первый оттенок. Вот этот вот, Марокко. Оранжевый. Совсем немножко. Я знаю, что совсем немножко этого цвета нужно, потому что он очень-очень пигментированный. И буду наносить, видите, прям совсем чуть-чуть дотронулась. И буду наносить на внешний угол глаза. Немножко на складку, наверное. Посмотрим. И как удивительно. Оранжевый, оранжевый морозинь. Вот этот оранжевый мне безумно нравится, как подчеркивает мои глазки. Как открывает мои глазки. А есть оранжевый, который наоборот более тяжелым взгляд делает. Вообще во всех оттенках, как я вам уже говорила, есть цвета, допустим, голубой видеть, да? Есть голубой, который вам подойдет, а есть голубой, который вам совершенно не подойдет. Все будет зависеть от подтона. С более холодным подтоном, с более теплым подтоном этот голубенький. Так, сейчас отмечу и немножко растушую. Мне кажется, на этом глазе я чуть побольше нанесла этого цвета. Сейчас я его растушую немножко сюда на складочку. Так вот, говоря о черной пятнице, я сама еще до конца не определилась. Ну вот, на румяна хочу обратить внимание. Также мне хочется попробовать румяна от Many MUA, Lunar Beauty, потому что тоже очень хвалят формулу этих румян. У кого-то фавориты эти румяны, ну, короче. Вот почему-то меня на палетке потянуло после NARS, почему-то меня потянуло на палеточке. Немножко еще набрала этот цвет. Говорю же, с этой стороны чуть поменьше, кажется, оттенка. Да, говорю же, прям очень-очень хочу румяна. Это однозначно первое, на что обратить внимание. Возможно, также присмотрюсь к румянам от NARS, еще какой-нибудь палеточке. Посмотрим. Если я это говорю, значит, мне эти румяны, да, понравились. Ну, я потом в обзоре вам поподробнее все расскажу, свои впечатления, как я себя ощущала в первое время, когда использовала эту палетку, потом и так далее. Так, давайте быстренько... Где у меня кисточка? Вот эту вот возьму. Следующий оттенок возьмем вот этот. Такой странного цвета. Как говорят, цвета какашки малыша. Ну, потому что малыша. Как говорят вроде. Интересный. Причем бы и нет. Интересный. Вы знаете, это коричневый, который в себе как будто бы немножко зеленого содержит. Какой-то сложный макияж, естественно, я сегодня делать не буду. Что мне хочется еще купить? У нас сейчас 20% скидка идет в Дуглас, и я думала, пойду-ка я гляну на рук глаз, я хочу купить себе снова эти... Эпудру Димлайт оттенки. Помните, я ее покупала, потом вернула, ну, я уже вам вот два раза рассказывала в последние дни про этот случай, и я хочу эту пудру купить себе на Черную Пятницу. Посмотрим, как получится. Говорю уже, все будет зависеть от скидок и от того, будет ли в наличии этот продукт. И вот я вчера, значит, захожу на страничку Дуглас, и никакого оттенка нет в наличии. Представляете, ни одного цвета. Пудра со скидкой 40 евро, мне кажется, стоит там... Дороговато, да? Хотя бы за 32-35. Вот эту пудру хочу себе приобрести. Теперь возьму снова кисточку предыдущую и растушиваю эти два оттенка. Хочу палетку из палеток теней. Что я хочу? Из палеток теней я хочу Наташу Динона Gold. Хотя с другой стороны не знаю. Но что я хочу от Наташи Динона? Это палетку Retro. Очень хочу ее. Я прям чувствую, что мне эти оттенки отлично подойдут. Retro же все-таки, да? Что-то как винтажное. Вот это вот оттень от Morphe Vintage Rose. Мне настолько понравились. Все-все-все оттенки мне подходили. Вот макияжи просто невероятно красивые были. У меня есть видео обзор на эту палетку. Кому интересно, могу оставить внизу. Я там вам рассказываю про нее. Вот. И поэтому палеточку от Наташи Динона Retro. Вот. Ее точно-точно хочется купить. Хотя бы с 20% скидкой это уже хорошо будет. Просто в Sephora, я знаю, в нашем Sephora именно на немецком большей скидки и не будет. Не будет на эти тени. Так, перейдем давайте к шиммерам. И, наверное, я сегодня такой бронзовый макияж сделала. Возьмем вот этот вот цвет сначала. Ух, смотрите, как хорошо мне нравится. Не, ну, не своего, да. По центру получается. А к внутреннему уголку я возьму более светлый оттенок. Как же прекрасно работают эти тени с кисточкой. Обожаю, обожаю шиммеры от Juvies Place. Я забыла, насколько они красивые. Ммм, обожаю. Сейчас такая пора бронзовые макияжи носить самое то. Сегодня я стрелочки не буду делать, просто по времени не успеваю. Нужно накраситься, закончить с вами болтать и уже потихонечку собираться, одеваться. Далее возьму светлый оттенок Цури. Ну-то. И нанесу на внутренний угол глаза. И еще все же зависит не только от того, какие скидки будут, что ты там хочешь себе купить. Иногда бывает, что ты забываешь, что хотела. Плюс еще и будет зависеть состояние вашего кошелька. Никто не знает, что будет через месяц. Может, резко вам что-то нужно купить такое очень срочно. Короче, может, бюджета не будет на тот момент. Я знаю, что многие откладывают. Я специально ничего не откладывала пока что. Ну, пока что, да, уже скоро черное пятнете. как скоро? Через месяц? Чуть больше месяца. Вот. Ну, что, с верхним веком я закончила. Поэтому, говорю же, много факторов будет влиять на то, что куплю, а что нет в итоге. Тушь использует Catrice. О, кстати, я вам могу рассказать про эту тушь. Вот эта вот новинка, которая недавно, вышла, как недавно, месяц, уже два месяца там идет. Тушь очень неплохая. Она не опечатывается навеки. Это самое главное для меня, не опечатывается навеки в течение не абсолютно. Но она осыпается, очень сильно осыпается. Постоянно мне нужно ходить на работе в туалет и смотреть под глазами, потому что вот здесь все осыпается. И я стараюсь эту тушь на нижние реснички не наносить, потому что реально тогда вообще ужас какой-то будет. А так мне нравится, как разделяет реснички, удлиняет их, чуть-чуть ей объем дает. Ну, такой интересный флот, такая интересная тушь. Единственное, когда я смываю, мне это абсолютно не нравится, потому что такие комочки под пальцами и получается эти комочки вы скребете по нежному веку, да, веку, по нижнему веку тоже. Я же вам говорила, что я снимаю макияж с гидрофильным маслом, поэтому, когда я вот эти движения делаю, я прям чувствую это. И из-за этого мне приходится эту тушь вот так вот пальчиками вот так чуть-чуть снимать и с водичкой, да, чтобы поменьше этих комочков было, потому что реально мне скреб под глаза и на веке не нужен, абсолютно не нужен. Так что, да, девочки, вот такая тушь. Я даже не знаю, наверное, бы все-таки ее не рекомендовала, хотя, с другой стороны, говорю же, мне нравится, как она работает. Мне нравится, как она работает, главное, не опечатывается на верхнем веке, потому что у меня с этим проблема. Так как реснички длинные становятся, и когда я открываю полностью, у меня вот сюда попадают кончики и опечатывают многие туши. А это этого не делает, хотя не заявлено как водостойкое. Водостойкое в голубом у тебя, мне кажется. Какой красивый макияж. Мне очень нравится этот макияж. Главное, чтобы не подсесть на этот один и тот же макияж, чтобы я не носила его каждый день, потому что у меня бывает такое нравится. Один макияж я могу носить несколько дней подряд. Я же хочу со всеми оттенками воспользоваться, потом вам мнение свое рассказать по поводу этой палетки после истечения некоторого времени. Мне кажется, уже тушь потихонечку начинает засыхать, потому что они, ну как бы, маленькие комочки начинают появляться на ресничках. Вот, видите, какие длинные реснички сразу становятся. на посмотрите вон на макияж. Обожаю эти шиммеры от Чуэс Плейс, боже мой. Я про них забываю, потому что постоянно какие-то новые палетки приходят и думаю, ой, да ладно, мне сейчас ничего не нужно. И как только я начинаю этими шиммерами пользоваться и понимать, насколько они красивые, благородные, при этом яркие, мне хочется пойти и закупиться еще какими-то палетками от них. Все, нижняя века я не буду делать. Да. Я иногда нижняя века оформляю, когда вижу, что макияж не до конца полноценный. И сейчас мне ничего не надо. Мне нравится вот так вот, как я выгляжу. И еще иногда я нижняя века оформляю, когда я вижу, что мне не очень нравится, как я выгляжу. А сейчас мне безумно нравится. Безумно нравится. И в последнее время я себе брови не рисую. Беру просто мой любимый гель для бровей от Essence. Обожаю, обожаю его. и крашу. Просто крашу. Тоже заканчивается походу. Нужно новый тюбик доставать. Мне, кстати, два в запасах еще этого геля оказывается. Помните, я в последний раз, когда запас брала, сказала, что у меня нет его. А оказывается, у меня еще один в запасе был. Ну, ничего страшного. Я люблю этот гель для бровей. Кстати, это у меня оттенок другой, какой-то новый, когда появился. Ashy Browse. Все-таки мне Brownie Browse 0,2 больше подходит, а это 0,4. Да, вот так вот. Такие у меня планы на черную пятницу. Больше продуктов таких для лица хочу. Румяна однозначно. Как мне нравится мое лицо, как выглядит сегодня. Свеженькое. Отдохнувшее, хотя я не очень хорошо спала сегодня. Ночью. Просыпалась в течение ночи. Ну, это всегда воскресенье, когда не ложишься нормально спать. В субботу, ой, в субботу, говорю, в понедельник вставать очень тяжело. Вот. Но я рада, что вдохновление сегодня утром было, чтобы снять для вас видео. Да. Все, девочки, мне нужно уже одеваться и выбегать. К сожалению, помаду не успеваю вам показать. Но главное, мы с вами немножко поболтали. Надеюсь, вам собраться было со мной тоже приятно. Я обязательно это видео буду выкладывать утром, чтобы вам было, кто идет на работу, да, смотреть это видео и собираться. Я сама люблю так делать, я думаю, что и вам тоже это будет приятно. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока-пока. Пока.